Всем привет! У нас сегодня новый Mercedes. Это GLS, это 400 дизель. Мы его оклеиваем защитной пленкой. Естественно, мы его частично разобрали. Ну и это нам сегодня дает возможность посмотреть, как устроен автомобиль, из чего он сделан, из каких материалов, в каких странах. Ну и по возможности можно как раз всю эту историю оценить. Стоит ли он своих денег или не стоит. Ну и соответственно, вы пишите в комментариях ваше мнение по этому вопросу. Ну и в общем, основной момент, это у нас качество сборки. Ну и по поводу ценообразования, я думаю, что любой здравомыслящий человек, который сейчас все это дело видит, он естественно скажет, что этот автомобиль этих денег не стоит. Потому что, ну потому что это очень дорого. И сейчас, я так понимаю, автомобили покупают либо те, кто действительно имеет какие-то безлимитные запасы денежных средств, либо те, кому это действительно очень-очень нужно и без автомобиля прожить просто невозможно. Лично я пока с покупками по временю, нужно ждать, к чему-то это должно прийти рано или поздно, потому что падения всегда быть не может. Рано или поздно будет какая-то остановка, ну и потом что-то, скорее всего, будет новое. Ну, я живу по этому принципу. Ну, давайте вернемся к ГЛСу. 22 колеса, только что вам показывал Дистроник. Интересный момент, то, что все материалы, именно которые касаются измерительных каких-то приборов, каких-то точных, электроники, все они в основном произведены в Америке. Но вот все остальное, и это уже большой вопрос. Показываю вам тормоза. Что здесь интересно, суппорта, ну, мягко говоря, некрасивые, хотя бы, я думаю, было бы предпочтительно, если бы какие-то большего размера накладки были на сам механизм, чтобы хотя бы был какой-то внешний вид, потому что Мерседес реально очень сильно переоценивает любовь к своей марке, своих постоянных клиентов. Рано или поздно это прекратится, я в этом точно уверен, потому что, ну, вот по всем этим мелочам, из всех этих мелочей складывается общее состояние. Ну, и в целом, ну, лично меня вот в последнее время Мерседесы напрягают тем, что за них много хотят денег, и тем, что очень мало за эти деньги дают. Ну, только что я вам показывал фары. У меня такое ощущение, что у Мерседеса и БМВ сейчас идет такая определенная война за покупателя. Именно как раз в фарах соревнуются, у кого больше каких-то синих фрагментов внутри фары. Ну, и я надеюсь, что эти фары все светят хорошо, потому что на вот этом ГЛС я еще пока не ездил, на чуть предыдущем ездил. Машина неплохая, но лично у меня очень большие вопросы именно к салонам, именно к качеству салонов и то, что продает Проседес. Но здесь все стандартно, ничего нового мы не увидим, но тем не менее, для тех, кто любит технику, я думаю, всегда интересно посмотреть, как что устроено, из чего сделано. Ну, и это как раз для вас, мои уважаемые подписчики. В принципе, этот Мерседес интересен тем, что у него новый необычный салон. Ну, как сказать, необычный салон для Мерседеса обычный, но именно сами кресла, они стали какие-то более интересные. Ну, я вам сейчас обо всем по порядку, я об этом, обо всем вам покажу. Передняя панель, так и не выяснили, с чего она сделана, из какого материала, но в одном из комментариев было какое-то название материала. Ну, это не карбон, это что-то другое, но вроде бы как по потребительским качествам нисколько не хуже, ну, вот по поводу того, где произведена фара. Вот, можете посмотреть. Я немножко оговорил сам себя, фара, в принципе, не дешевый такой предмет, и она связана все-таки с высокой технологичностью, так вот, фара сделана в Мексике. Ну, в отличие от электронных вещей, они все-таки делаются в Германии, но я так понимаю, в Германии скоро вообще ничего не будет производиться, да и вообще неизвестно, что будет с Германией, с Евросоюзом. Не политик ни в коем разе, но очень много друзей там живут, и у всех есть определенная тревога вообще к этой форме государственности. Кстати, удобная вещь, заливная горловина, она большая, поэтому зимой на морозе есть вариант, что попадешь в цель, потому что у Мазерати, например, у Феррари, у них всегда очень узенькие горловины, и, честно говоря, сложно туда налить воду, но с учетом того, что эти машины в основном эксплуатируются летом, это еще полбеды, но зимой на морозе, я думаю, это будет совсем беда. Ну, здесь с этим, слава богу, все нормально. Очень интересная история про рейлинги, они черные, потому что обычно Мерседес в плане рейлингов, он не скупится, и рейлинги, как правило, хромовые. Но здесь, возможно, какая-то эта история к комплектации относится, возможно, к рынку, для которого был произведен автомобиль, потому что все автомобили сейчас, сами понимаете, каким способом доставляются, и география стран, из которых они привозятся, это просто, ну, действительно можно изучать этот предмет. Ну, вот, кстати, про салоны Мерседес. Но если касаемо кнопок, это все более-менее нормально. Пластик, на котором лежит эта кнопка, ужасный. По поводу обивок. Если, например, ну, этот, кстати, тоже, где стоит колоночка, очень дешевый пластик, сверху, видите, ну, типа керазового сапога что-то, да, ну, похоже, полупластик, полуэкокожа. Интересно то, что ниже кусочек вставка, она сделана из хорошего материала, выше из плохого. Ну, это, честно говоря, сложно понять как-то разумно, да, то есть, если уж ты делаешь, ну, делай хотя бы, ну, все однородное, да. Здесь два материала, один относительно качественный, другой абсолютно некачественный. Зачем это делается? Ну, возможно, на каждом кусочке в глобальном производстве, если сэкономить, там, 50 евроцентов, то на круг, наверное, будут какие-то миллионы. Возможно. Но, честно говоря, для потребителей это выглядит очень и очень странно. Ну, и на мой взгляд, это очень некрасиво именно к потребителям Мерседеса. Опять же, вот эта вот часть вот этой консоли, да, обратите внимание, материал. У Мерседеса они уже не стесняются. Ну, то есть, материал, ну, действительно, отвратительный. Я, конечно, не специалист в плане каких-то там эко-кош и еще что-то, но это бросается в глаза. Опять же, видите, подголовник. С наружной стороны он красивый, с внутренней из какого-то дерьмового материала. Ну, очень странная история, реально очень странная. Ну, в общем, чем интересны кресла? Кстати, материал здесь достаточно прикольный, не очень похож на кожу, но, во всяком случае, на ощупь и оптически выглядит очень и очень неплохо. Это хорошо. Ну, опять же, рядом идет пластик, он такой крупнозернистый и больше похож на каких-то братьев-корейцев. Некая такая вариация дерева, ну, очень похожая на пластик. Но руль, руль, как всегда, у Мерседеса руль красивый, руль приятный, толстенький. Есть вариант, что он отделан кожей, очень похоже на это. Ну, в общем, сейчас плавно перейдем к креслу, я не забыл. По поводу вот этой приборки, которая стала одним большим монитором, мне кажется, это вещь на любителя. Рано или поздно Мерседес наверняка вернется опять к каким-нибудь аналоговым приборам, ну, потому что это мода. Есть мода там в одежде, есть мода в автомобилях. Я заметил, что, судя по одежде, она постоянно возвращается. Скорее всего, какие-то детали автомобиля тоже будут возвращаться. Ну, здесь вот управление мультимедией, вся эта вот история, она классическая для Мерседеса, где-то года с 2013-го, плюс-минус она меняется по форме, такая более технологичный стал вид, но в целом все одно и то же. Ну, так вот, про кресло. Стала такая появляться новая у них прошивка, новый дизайн. Обратите внимание, в середине шов он как будто бы разъехался, но это так сделано, и это выглядит интересно. Это определенно выглядит интересно. И еще раз повторюсь, обивка этого кресла на ощупь очень и очень приятная. По поводу кожи, ну, у меня есть сомнения, но вот по поводу всего остального сомнений нет, нормально. Но опять же, видите, хромированные ручки, а рейлинги черные. Логика, ну, мне кажется, такая, пещерного человека. Ну, опять же, на вкус и цвет. И еще такой момент. В данной ситуации не очень приятно то, что ты не можешь выбрать автомобиль. Ты должен покупать то, что тебе дают, то, что тебе продают. Соответственно, продавцы то, что дали за границей, то, что продали, соответственно, продают нам. Тоже ситуация, я считаю, что вообще не потребительская. Одна из причин, по которой я сейчас по поводу покупки какого-то нового автомобиля умерил свой пыл до нуля. Интересно на ГЛСе такой момент, что, как и рейндж-роверы, я так понимаю, они хотят бороться за этот рынок. Стало появляться некий комфорт и удобство именно для задних пассажиров, чтобы могли использовать автомобиль в качестве служебного с водителем. Интересный заход, потому что на обычном ГЛе, ну, сзади так себе, особых изысков не было. У меня был какое-то время ГЛ дизельный, был у приятеля моего. В общем, история такая, достаточно нормальная. Но с этим есть еще чем заниматься Мерседесом. Возможно, это под американский рынок еще сделано, потому что там не так много автомобилей, которые ездят с личными водителями. Но там очень любят люди путешествовать на машинах, так же, как и европейцы. Но если европейцы готовы сзади ехать и в багажнике, то американцы-то точно не готовы. Им сзади нужен комфорт, им сзади нужны мониторы для детей и куча всяких вещей, которых им нужно, за которые они готовы платить. Но я так понимаю, скорее всего, это сделано к этому. Но в нашей стране этот автомобиль, он достаточно активно стал использоваться именно в качестве служебного с водителем. Поэтому тут, в принципе, убили двух зайцев. Для одного рынка сделали, в общем-то, приятное людям. Для второго сделали приятное тем, кто пользуется автомобилем в служебных целях. В общем, в принципе, в этом есть некий прогресс. Но вот как раз по поводу обивок, вот что я вам хотел показать еще с передней дверки. Вот он на задней, как раз вся эта история. Вот эта вот мягкая часть, сверху какой-то просто дичь. И с учетом того, сколько денег просит за этот автомобиль, мне кажется, это явно перебор. Но такое ощущение, что когда покупаешь такой автомобиль, надо еще вложить деньги, дабы перетянуть салон в какой-нибудь человеческой коже, которой ты хочешь. Но я так понимаю, дело, наверное, идет к этому. Но в целом автомобиль интересный. И если бы ценник был хотя бы плюс-минус, как пару лет назад, я думаю, что их было бы гораздо больше на наших улицах. Сейчас, конечно, это уже такой удел людей состоятельных такой автомобиль. Совсем состоятельных. Поэтому их, конечно, меньше. Но все равно достаточно много появляется. Но в целом Мерседес держит, конечно, планку, держит марку. За что им и спасибо. Ну, всем пока. Я пошел работать. Продолжение следует.